13 нижегородцев подозревают связи с РДК, силовики Нижегородской области обыскали 13 местных жителей, подозревая связи с Русским Добровольским Корпусом, объединением ТТТ, мужчины якобы создали ультраправую группу, которая сотрудничает с РДК и запрещенную Легионом Свободной России. То есть ФСБ создало группу, туда этих людей забланили и все. И вот теперь у них обыски устраивают, чморят и так далее. Еще раз, если вы хотите бороться с путинским режимом, действуйте самостоятельно. Не надо ни в какие группы вступать. Это очень плохо заканчивается. И гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в СУ актеру Канахину. Актер Канахин, да, воюет в СУ и вообще герой, я так понимаю, снимался. Ну, я фильмы не видел, да, «Глухарь» какой-то, «Три», никто не знает про «Секс-2», «Наваждение», «Простые истины». Я не знаю, я эти фильмы не видел, но могу сказать, что человек, я так понимаю, воюет уже долгое время против путинских гнид. И, видите, просят для него пожизненное заключение. То есть, это как, я не знаю, как золотая звезда, герой Советского Союза. Приблизительно то же самое, может быть, еще круче. Слава, если он, если что, воюет в РДК, ну, что такое, он воюет в ВСУ. Понимаешь? В украинской армии он воюет. Понимаешь? А РДК – это РДК. Это те граждане России, которые воюют в украинской армии, они условно в РДК. Да, и вот он был отправлен в Белгородскую и Брянскую области. Он военнослужащий украинской армии, голубчик, в РДК он воюет. Он начал воевать в украинской армии, когда никакого РДК не было. И там все такие, да? Ну, есть их там человек 15, может быть, 20, может быть, 30. Так что не надо мне про РДК-то рассказывать. Я это все прекрасно знаю. Да, там есть люди, у которых есть определенные фамилии. Но они и до этого были, эти люди. Российский беспилотник следовал за автомобилем главы МИД Германии. То есть за министром иностранных дел Германии в Украине следил российский беспилотник. Вопрос, чего же его не сбили? То есть увидели люди, что он за этой машиной везде летает. Ну, и прервали поездку, хоть это была там ознакомительная поездка на опреснительную станцию в 50 километрах от линии фронта. Но пришлось прервать эту поездку. Ну, хутор Трудовая Армения, да, Краснодарский край, там все-таки вот этот А-50 свалился, да. Помните, в пятницу говорили, что там был чудовищный пожар, 2500 квадратов сгорело камыша. Ну, может, и больше это пишут. Весело. Фейк распространялся, что Гиркин повесился. Все это разбрасывалось везде. Ну, весело, в общем-то, так патролили, да. Ну, вы знаете, это очень на фоне вот самоубийства вот этого там, как его, господи, журналиста этого пропутинского, забыл, как он, а Мурзик, Мурзик, да, его погоняло. Ну, это вполне реально. То есть многие поняли, что пошли за Путиным не туда. Да, ну, видите, и сейчас. А дорогу назад они уже не видят. Они туда-то зашли, а выйти оттуда не могут. Ну, как пример вам, Пригожинский, да, они поняли, что пошли не туда. Раз, все, надо на Москву идти, а потом что-то, ну, там, с Уткиным КГБ с ней поговорили. У них у всех друзья, знакомые, родственники и так далее. Они не в состоянии все обрубить и действовать в интерес к своей стране. Они понимают, что Путин завел их в говно, в канализацию, по которой их испустят. Но что делать, не знаю. И Энгельс. Ну, в Энгельсе вообще все интересно. То есть там те семьи летчиков, которые бомбят Украину. Им Путин дал возможность разжиться и сейчас переселяет в какое-то другое жилье. И получилась такая интересная ситуация. Часть домов, а это пятиэтажки, часть людей отселили, а часть осталась там. Вот эти дома подожгли, все причем. То есть вначале загорелось два дома. Вот официально горят два дома в Энгельсе, где живут пилоты и семьи дальней авиации и так далее. И вот следующее сообщение. В ледке произошел третий за сутки пожар. Горят частично расселенные дома, ну и так далее. Ну да. То есть реальные такие, как бы это сказать, ну случайные пожары. Реальные случайные пожары. Новолипецкий металлургический комбинат получил удар в ПЛА. То есть на выходных там все горело, взрывалось. В общем, говорят, было весело. Ну и показывают. Интересная тоже ситуация по поводу нашей операции. Примерь филот Кучмобика. Оказалось, что, в общем-то, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нужно нагнетать, безусловно, какие-то. Вот я помню всегда своим детям рассказывал про многострадального мальчика, когда говорят, не наступай на крышку колодца. А то один мальчик наступил и провалился. Не делай то, а то там один мальчик сделал, и вот было ужасно, и так далее. Так? И здесь мы понимаем, что этих событий очень много, но они как бы не освещаются. Поэтому можно прогонять, как про того мальчика. О чем я говорил. Значит, в Кемеровской области жена мобилизованного, Наталья Кейль. Он отдыхал с двумя армянами на съемной квартире. В ходе бурного отдыха один из мужчин ее зарезал, нанес 30 ножевых ранений. У погибшей остался малолетний ребенок и муж, который, соответственно, в окопах на СВО. Последний на похороны с СВО не приехал, хотя такая возможность была. Но решил, наверное, с женой с такой не прощаться. Как вы понимаете, это не придает уверенности людям в окопах и просто распространение вот этой информации, которая, по сути, анекдотична. То есть, такой черный анекдот. С двумя армянами зависал, ее зарезали. И муж сообщил, приезжай верную жену хоронить. Так что вот это очень интересно. И такие вещи нужно запускать, чтобы шло под рубрикой, да, Ванька в Бахмут. К Ваньке Махмут. Вот пишет про итоги двух лет войны. Ну, вы сами можете про это прочитать и про потери, и про все. Ну, вот по поводу того, что резкий рост бытового подросткового домашнего насилия в России. Об этом, помните, я вам говорил, поскольку это, так сказать, предмет, которым я очень усердно занимаюсь, криминология. Он говорит, что в таких случаях возрастает все и уровень хулиганств, и уровень бытовых убийств, и вообще насильственные преступления все, и в том числе на сексуальной почве. Поэтому ничего нового я эти цифры спокойно пропускаю. Ну, там везде в два раза, в три раза увеличивался. Там просто жесть. Продолжение следует. Продолжение следует...